Доброе утро, дорогие друзья! Итак, книга Дворим, глава Дворим. Любавический Рэба говорил, мир как бы находится в состоянии равновесия, на чаше весов таких. И даже одно доброе дело может перевесить, увлекая весь мир к добру, и тем самым принести избавление всему миру. Представляете, нам, маленькому человеку, можно сделать маленький поступок, и он перевесит мир к добру. Именно от тебя, как мне кажется парадоксальным, может оказаться, что зависит, куда качнется этот глобальный мир, в какую сторону, добра или зла. Человек не всегда в это верит. Мы говорили об этом на прошлом уроке, иногда он кажется себя кузнечиком в своих глазах. Но человек это глыба, человек это создание Бога, которому дана возможность уникальная, это единственный мир, имеющий свободу выбором. И вот переделать себя, переделать как бы сырой материал, духа, там, ума, саморазвитие, это уникальная задача человека в этом мире. Подобно тому, как книга представляет собой комбинацию слов, использованных для выражения идеи автора, жизнь человека, это комбинация его мыслей и поступок. То, что он делает, все записывается, все, что мы думали, делали, намечали, все записывается в одну единственную книгу, которую нам предъявляют через 120 лет. И в которой четко будет сказано, куда мы своим пребыванием на земле склоняли мир, в какую сторону, в чашку весов добра или, не дай Бог, зла. Это колоссально интереснейшая задача. И не должен человек отчаиваться, когда по мере изучения там, или приложения усилий в работе над собой, в попытках духовно возвращаться, он начинает видеть себе больше плохого, чем хорошего. Это понятно иногда. Тот, кто вообще не смотрит на себя, он вообще идеальный. Как только начинаешь всматриваться, тот, кто выше других, тому больше открывается истинная природа эгоизма. И поэтому он считает себя иногда хуже. Хотя стал лучше. Двигайтесь вперед, не бойтесь. Главное, не откладывать на завтра. Я расскажу вам короткую историю об этом. Один глава из Шивы подвозвал своих учеников и сказал им, при даровании Тору, кстати, вы это все читали, кто хоть раз открывал Тору, встали у подножья горы. И был такой Раф Авдиме, он сказал, это учит тому, что Бог склонил над ними гору, как корыто, и сказал, если принимаете, хорошо, а если нет, там будет ваша могила. Все ясно. Ученики сказали, конечно, это известное место. Их учитель спросил, а я сегодня хочу спросить у каждого из вас, у вас ничего не вызывает вопроса в этой формулировке? Почему сказано, если примете, хорошо, а если нет, там будет ваша могила? Ведь следовало сказать, здесь будет ваша могила, под горой нависшая над ними. Подумайте об этом. Раз, два, три, открываю вам тайну. Есть одна могила, она называется Там. В ней похоронены все надежды, все ожидания, все будущее, стоящее перед человеком. Ребенок идет в школу, например. Учитель объясняет, ребенок мечтает. Почему не слушает? Ему кажется, спешить некуда. Сейчас можно помечтать. Материал придет потом. Там он догонит весь класс. Он идет там куда-то еще учиться, работать, он расслаблен, больше гуляет. Там он успеет. Нужно готовиться к экзамену, там у него получится. Не получил оценок, ничего, шанс будет попозже. Если вы страдаете синдромом там, он будет подобен линии горизонта. Он всегда будет где-то там и никогда его не достать. Вы будете переходить одного там к другому. От разочарования к разочарованию. От разочарования к отчаянию. Там это место погребения иллюзий. Какой можно сделать вывод? Не там и не завтра, а здесь и сейчас. И вот об этом рассказывается в нашей недельной главе. А теперь Израиль, написано там, услышь законы и установления, которые я заповедую тебе исполнять. Надо сегодня принять решение учиться. Надо сегодня принять решение двигаться по духовной лестнице. Выделить себе 10 минут, 5, час в день и постоянно этим заниматься. Подумать, кому ты можешь хоть немножко помочь. Что же можешь сделать, чтобы уличить вот настолько добро в этом мире, хоть на грамм. Не откладывать на завтра. Это закон жизни. Представьте себя спящего человека. Он обладает разумом. знаниями, всеми достоинствами присущему человеку. Проснувшись, он сразу может ими воспользоваться. Однако во сне человек немногим лучше камня. И тот, кто не обращает внимания на свои пути, не задумывается о них, как будто погружен в сон. Его достоинство как человека только в способности что пробудиться. При служении Богу важно понимать, что рассчитывать можно только на сегодняшний день. Ибо у человека в этом мире нет ничего, кроме сегодняшнего дня и этого часа. Никто не знает, что будет завтра. Если вы услышите его голос, то только сегодня. И еще последнее на сегодня. Важно не где в данном месте, где вот в данном случае, в данный момент находится человек. Важно, куда он идет, направление его движения и идет ли вообще. Брахава, всего самого-самого лучшего.